МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Андрей Иванович. Здравствуйте. Итак, что за единый информационный банк? Такой действительно ли в 2016 году, насколько я понимаю, в интернете можно будет найти информацию на тот или иной строящийся объект? Дело в том, что этот единый банк на сегодня уже формируется и, в принципе, как таковой существует, но он формируется в закрытой системе информационной, поскольку содержит сведения, скажем так, для широкой публики. Есть закрытые сведения. Поэтому мы будем в 2016 году как раз разрабатывать версию, которая будет более доступна для более широкого круга потребителей. Ну вот я, насколько понимаю, когда строится объект, там обязательно размещается табличка, подрядчик, еще что-то. Это будет такая же информация в интернете или это будут какие-то планы, схемы, чертежи? Что это будет? Ну, мы вообще планируем дойти до такой детализации, конечно. Со временем банк будет насыщаться, наполняться. Сегодня мы пока его формируем и наполняем в основном градостроительной документацией, которая на территории края разрабатывается. Это генпланы, правила землепользования, застройки. Но кроме этого будет содержаться информация об объектах капитального строительства. И вот эта информация нами будет постепенно наполняться. И, скорее всего, думаю, что со временем она будет содержать в том числе и проектную документацию. То есть подробная такая детальная информация. Есть несколько вопросов. Для кого, для чего? Кому будет интересна эта информация? Ну, смотря кто потребителем является. Я думаю, что для инвесторов важнее знать о территории, о ее перспективах развития, о потенциале экономическом, о том, что там планируется строить или вообще, как развиваться планирует территория, какие там возможности имеются, в том числе инфраструктурного характера. Для, наверное, простых потребителей, граждан важнее, наверное, конкретные объекты, которые там планируются строить, имея в виду, что это за объекты, как они будут выглядеть, что они будут в себе содержать, функциональное их назначение. Поэтому в зависимости от, скажем, того, кто интересуется, информация будет разнообразиться. Вы сказали, что уже формируется сейчас этот Единый информационный банк данных по градостроительству. Что сейчас в нем содержится? Вы сказали, что там такая информация для определенных... Я имею в виду, что просто эта информация пока не отфильтрованная. То есть сегодня же, скажем, разработка документации или документов территориального планирования, так называемые генпланы, они разрабатываются с использованием данных, которые содержат, прямо скажем, сведения, не подлежащие оглашению. Это и коммерческая же может быть тайна. Да, и коммерческая тайна. Поэтому, конечно, вот в таком виде мы сегодня его формируем. Но для широкого круга, конечно, будем создавать такую отдельную, более, скажем, разгруженную версию. Планы на 2016 год. Что конкретно изменится в информационном банке? Ну, он будет по-прежнему пополняться и, как я уже сказал, детализироваться. То есть у нас еще разрабатываются документы территориального планирования, документации по планировке территорий. И мы ежегодно туда вносим эти данные. Только в 2015 году более 100 вот таких вот документаций, видов документации были приведены в соответствие. Это же не просто так внести какую-то информацию. Нужно с ней поработать, ее нужно привести в соответствие с требованиями. И вот поэтому процесс как бы идет. И в 2016 году он будет продолжен. И поскольку у нас эта работа еще в крайне завершена, будет пополняться в первую очередь именно градостроительной документацией. Ну и одновременно мы будем заниматься и объектами, конкретными данными. Информация, которая вносится в единый информационный банк, она проверяется? Достоверность информации? То есть вот то, что появляется в интернете, кто подает, кто проверяет? Вы проверяете как управление? Ну она не просто попадает в информационный банк. Это же работа определенная, которая проводится, но в первую очередь, конечно, на разного уровня документации. Ну скажем, муниципальный уровень, это разрабатывается специализированными организациями. Информация проходит процедуру довольно долгую, согласование. Там уточняются все данные. Если есть вопросы, замечания и устраняются. И только после того, как эта документация будет согласована всеми заинтересованными сторонами, а процедура эта определена нормативно тоже, эта документация будет утверждаться. И только после утверждения она попадает в наш банк. Если говорить, допустим, о пользователе, есть сайт, да, госуслуг, то есть чтобы попасть, да, и какую-то там информацию взять, да, или какой-то документ подать, нужно будет зарегистрироваться, да. Обычно на сайтах так и происходит. Потребуется ли от пользователей вот эта вот регистрация? Сейчас уже как-то рассматривается вопрос, чтобы пользоваться единым информационным банком данных. Да, конечно. То есть уже сегодня, в принципе, любой желающий получить какую-то информацию может напрямую к нам обратиться. Со временем мы отработаем взаимодействие в рамках единого окна, чтобы информацию эту люди могли запрашивать через информационный банк. Вернее, информационного банка через систему единого окна. Но кроме этого, когда будет работать версия доступная, это станет гораздо проще. У нас есть опыт других регионов, других территорий? Или мы первопроходцы? Ну, конечно, есть более продвинутые регионы, которые давно этой темой занимаются. Но, скажем, эти регионы работали в основном на муниципальном уровне, то есть развивая муниципальные информационные системы. И там, конечно, есть результат очень впечатляющий, ничего не скажешь. В этом отношении, скажем, такая территория, как Казань, и сам непосредственно город Казань, недавно занимается. У них, ну, скажем, Москва, разумеется, и другие крупные города. Но на уровне субъекта, чтобы информационная система создавалась, к сожалению, таких примеров на сегодня так много, если не сказать, что, наверное, и пока нет в таком завершенном виде. Мы в числе первопроходцев, мы занимаемся этой темой давно, должен сказать, что законодательством как бы не предусмотрено создание таких систем на региональном уровне. Это, собственно, и есть как бы некая сложность. Но нам удалось еще в 2009 году принять некое постановление администрации края о создании такого банка, что нам помогло эту работу, ну, как бы, начать. Сегодня она уже, ну, я считаю, что достаточно хорошо продвинулась. И многие субъекты к нам обращаются за, скажем так, по поводу обмена опытом, как это делается. На прошедшем градостроительном совете у нас присутствовали наши соседи республики Алтай, которые начинают эту работу, и они интересовались, как у нас это проходит, и присутствовали. Думаю, что им помогло, в принципе, общение с нами. Угу. Будет ли доступ к ресурсам Единого банка в сети интернет? То есть, или на это и рассчитывают? Ну, к общим ресурсам, которые сегодня как бы формируются, конечно, прямой его доступа не будет. Я уже сказал, будет создаваться отдельный, ну, отдельный ресурс, который, ну, станет доступным. Угу. Ну, что ж, благодарю вас. Если будет какая-то дополнительная информация, всегда ждем вас в гости, и надеемся первыми узнать о том, когда заработает Единый информационный банк данных, и обязательно посмотрим на те объекты, которые там есть. Вам спасибо. А я напомню, у нас в гостях был Андрей Гетик, заместитель начальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края. До встречи. Продолжение следует...